Эпидемичная ситуация оказала вплыв на организацию многих процессов в грамадстве. Отметной рисой сучасного життя стала дистанционность. Скратить количество физических контактов – верный способ застерохнуть себя от заражения. Когда есть мягчимость, люди мкнутся выращать вопросы ненадлежности, не только бытовые, но и рабочие. На сколько это эффективно? Учим плюсы и минусы дистанционного регулирования работы. Об этом наши корреспонденты доведалися на прикладе работы профсоюзных организаций. Эффективность работы организаций залежит от того, на кольки активно взаимодействуются структурные одинки. Во умовах пандемии это могло бы стать проблемой колебнетехничной махчимости нашего часу. Для профсоюзов в области видеоконференции давно звыклая форма работы. Теперь активное использование интернету не обходность. Коронавирус не станет перешкодой продуктивному диалогу. Мы вот пять лет работаем в таком режиме. Ну, во-первых, это оперативность. То есть любой вопрос мы сегодня можем обсудить буквально со всеми своими коллегами. Тем более вот эти люди, которые сегодня участвуют в этом заседании или в этом аппаратном совещании, они все члены президиума. И если возникает вопрос оперативно принять какое-то решение, ну, законность его, потому что, ну, есть такая понятие, как в рабочем порядке, вот он принимается моментально. Нововведение у работе профсоюза так само есть. Мессенджеры с махчимостью видеочата – соправдная знаходка для инспектования по питаниях оховой працы. На протягу одного видеозвонка специалист может погуторить с коллегами, оглядеть умовы вытворчасти на предприемстве, оценить выполнение рабочими правилами безопасности. В этом режиме мы можем проверять, как организовывать плановые проверки, мониторинги осуществления общественного контроля. Мы можем организовывать обучение общественных инспекторов по охране труда. В опыт профсоюза показывая – дистанционность ни як не пирожка джая, створать необходные санитарные умовы на месяцах. Худкость передачи необходной информации, доручение укировництва, дозволяя процедурникам первичных организаций оперативно выполнять свои обовязки. Закупаются дезинфицирующие средства для гигиены рук, обработки поверхностей, подвижного состава. Для защиты органов дыхания – маски, респираторы, для защиты глаз. Щитки были на прошлой неделе нами закуплены. На пытанне ци иснують минусы у дистанционной формы работы, керавництва областного профсоюза отказывает однозначно. Живый контакт – есть живый контакт. Гутарка безпосредника у выглядзе веб-камеры больше спрыяе активному диалогу, дае глебу для дискуссии. Але и на адлегласті можно заставаться эффективными. Выпробование коронавирусом узмацнило творчий потенциал организации и предприемствов. Здабыть позитивный опыт у непростом становящий – важное умение у сенешний час.